Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Интересная и одновременно плохая ситуация случилась со мной. Я замужем 11 лет, в браке было много хорошего и плохого. Расскажу я за верность и преданность одному мужчине была всегда. Через 8 лет совместной жизни случилось мне начать общение со своей школьной любовью. Закружилось и через 2 года общение случилось между нами интим. Знали бы вы, как я переживала и он переживал, но знаете, есть оказывается настолько сильное притяжение и страх, что хоть что делай, но невозможно отказаться. Я действительно считал, что я кремень, наивная, ну вот и влюбилась, да еще и как, снова полюбила и где-то думала разводиться даже. И он влюбился и тянула одеяло на себя. Часто встречаться я не могла, пусть все больше стала пребывать в раздраве, никак не было с двумя. Казалось, что полюбила другого, мужа разлюбила. Как итог, отношения портились и там, и там. Ссоры с обоими и т.д. И у моего второго прошла влюбленность, типа я тебя не вижу, а у меня не прошла. Второй не прочь оставить идеальный секс со мной, а я не могу быть тупо любовницей, не мое. Я нахожусь в статусе жены, а тут такое. Планы и разговоры изначально были иными. Потом он, давай хотя бы просто общаться, не хочу тебя терять. Боже, ну что за ересь, какое общение, когда мы не друзья в классическом варианте. В общем, долго рассказывать, и он меня разозлил. Я не говорила много жести, все по делу, ибо он дико безответственно поступил. Я обо всем предупреждал, а мы до этого общались много месяцев. На секундочку, он хотел моего развода находясь на крыльях любви, а по факту вкус-то, ибо денег у него нет, а мы же Супермен. Это все ладно, я потом сама для себя хорошо закрыл с ним отношения, остальное на его совестью. Дело сейчас в другом. Я больше не могу заниматься сексом с мужем, вообще. Отторжение, дискомфорт, не нравится его запах тела. Я просто в ужасе, как люди изменяют, и норм. Я хочу забыть обо всем, хочу снова нормально с мужем жить, и забыть все плохое. Но все-то на базе такая. Чувство, будто второй ненавидит меня, и проклятие шлет. То я не могу к телу мужа подпустить. Да, я наказачила, видит Бог, и сделал это по любви. Что теперь? Мужа люблю, будто по-человечески. Уважаю. Как мужчину очень сильно, но не хочу. То есть, когда доходит до дела, мне даже больно. Кто-нибудь расскажите, что это, психотоматика, или что. Я думаю, что ключом к пониманию проблемы является то, что вы начали общаться со своей школьной любовью. Лично я думаю, что произошло это не случайно. То есть, я думаю, что произошло, это то, что вы начали общаться со своей школьной любовью. Именно вследствие некоторых проблем в отношениях с вашим мужем. Которые вы, в силу того, что вы кремень, и в силу того, что, ну, как-то, запрещали себе проявлять и выражать чувства, ну, чувства накапливались. То есть, вот эта проблема во взаимоотношениях с мужем накапливалась. И в итоге это вылилось в том, что вы стали общаться с другим мужчиной. Влюбились в него и так далее. Понимаете, влюбленность, это ведь больше правопопредственность. Это не похоже на любовь именно. Любовь – это безусловное принятие другого человека. Вряд ли мы можем говорить о том, что в вашем случае вы принимаете второго мужчину. Вполне возможно, вполне возможно, что вы и первый мужчину, чтобы своего мужа не принимаете до конца. Но это еще нужно выяснить. То есть это еще нужно, ну, подтвердить, скажем так. Так, а пока что ситуация заключается именно в этом. Пока эта ситуация заключается в том, что у вас кризис в отношениях с мужем. И очень большие требования к себе. Вот. То есть ваши собственные зажимы, вот, запрет на измену, по факту и привел к тому, что вы начали общаться со школьной любовью. Ведь, понимаете, штука в том, что если себе не запрещать измену, это не означает, что вы будете изменять. Совсем это не означает быть вопросом немножко в другом. Вы просто более свободны. А вот здесь вы себя подавляете. Вот. И, соответственно, вам нужно требования свои к себе снижать. Именно из них, из этих требований, вырастает то, что вы себя, как и сказал мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович, не можете простить. Из-за того, что не можете простить, заказываете себя отсутствием секса. Вы считаете, что вы должны расплачиваться вот в их и расплачиваться. С точки зрения психологии нет никаких проклятий и так далее. Вот. Поэтому нужно решать личностные проблемы, нужно гармонизировать отношения с мужем и принимать решения. Либо расставаться, либо продолжать взаимодействовать. Ну, то есть, надо находиться в браке. Вот. Какая-то... Какая-то такая история. Вот. На мой взгляд. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Да, должен сказать, что изменя, это травма. То есть, то, что с вами произошло, это травма. Ее также нужно помочь вам спрашивать. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. У вас было интересно. Подписывайтесь на наш канал.